Эта конференция сейчас будет записана. Также хотелось бы отметить, что нашему центру уже более 28 лет и у нас уже более миллиона выпускников. Порядка тысячи курсов мы реализуем и у нас 250 преподавателей. Наш семинар посвящен проверке ГИД. Это у нас кадровая работа в современной организации. Четвертый уровень называется «Подготовка к проверке Государственной инспекции труда». Именно на этот курс я вас сегодня приглашаю, который у нас состоится 18 апреля. То есть в эту субботу. Это достаточно коротенький курс, всего 8 часов. То есть у нас предусмотрено всего одно занятие. Меня зовут Чеботарева Светлана Владимировна. Я являюсь консультантом по вопросам трудового права. Также являюсь преподавателем курсов по кадровому направлению. И имею достаточно богатый опыт практической работы в кадровой сфере. Ну и также опыт преподавательской работы. Что мы с вами сегодня будем разбирать? Мы с вами будем разбирать какие вопросы. Ну в связи с указом президента у нас объявлены нерабочие дни. Кроме того, у нас введены новые формы отчетности. У профессионального сообщества и в кадровой сфере очень много вопросов. И какие нарушения могут быть? Какая ответственность за эти нарушения у нас в законодательстве предусмотрена? Ну и также как обжаловать? То есть какой порядок обжалования предусмотрен? То есть как это сделать? Потому что два варианта. То есть что может использовать работодатель? Для начала хотелось бы отметить нормативно-правые основы проверок. То есть в соответствии с какими документами она у нас проводится, эта проверка. У нас есть 57-я глава Трудового кодекса, которая посвящена проверкам ГИД. Наш орган, который проверяет соблюдение требований законодательства, это Государственная инспекция труда по городу Москва. Какие документы? Ну у нас есть норма международного права, именно конвенция номер 81. Она у нас посвящена этим вопросам, которая была принята еще в 47-м году. Уважаемые слушатели, попрошу выключить микрофончики, пожалуйста. Мы ведем запись курса, у нас могут быть помехи. Так вот, у нас целая глава посвящена в Трудовом кодексе проверкам. Кроме того, у нас есть федеральный закон номер 294. А также у нас существует сейчас новый административный регламент, который утвержден приказом Роструда 13.06.2019 года, номер 160. То есть предыдущий регламент административный по проведению проверок, он утратил силу. То есть сейчас новый действует регламент. Также у нас есть положение о федеральном государском надзоре. Это положение утверждено постановлением правительства номер 875. Ну вот, собственно, это основные документы, на основании которых проверка проводится. Федеральный закон 294 о защите прав юридических лиц и предпринимателей при проведении государственного контроля выделяет несколько видов проверок и несколько форм. В числе видов это плановая проверка может быть и внеплановая. И по форме проверка может быть выездная и документарная. Следует отметить, что на сегодняшний момент проведение плановых проверок приостановлено. Которые, опять же, будут возобновлены. То есть как только у нас отменят режим самоизоляция. Но пока плановые не проводят. Но это не отменяет внеплановые проверки. То есть внеплановые проверки в ходе выявления нарушения требований охраны труда, трудового законодательства, внеплановые проверки могут быть проведены. Что касается характеристик плановой и внеплановой проверки. То есть плановая проверка, она проводится в соответствии с ежегодным планом проведения проверок. Этот ежегодный план размещается на сайте Роструда. Либо можно его обнаружить на сайте Генеральной прокуратуры. Плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года. Кроме того, у нас действует мораторий на проведение проверок малых предприятий. О чем сказано в 294-м федеральном законе. Ну и также у нас есть категории предприятий, в основном которые оказывают услуги населению, где проверки могут быть проведены чаще. Так как плановые сейчас у нас не проводят, речь пойдет именно о внеплановых проверках. И в каком случае могут быть проведены внеплановые проверки. Ну вот здесь у меня как раз представлена подробная характеристика внеплановых проверок. Что является предметом внеплановой проверки? Прежде всего, соблюдает ли организация обязательные требования трудового законодательства? Проводят ли мероприятия по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью граждан? То есть напомню, что у нас сейчас режим самоизоляция и работодатели обязаны его соблюдать в том числе. Кроме того, у нас есть указ президента, который объявил нерабочие дни. В соответствии с указом президента до 30 апреля у нас являются нерабочими днями. И в пункте втором указа президента как раз отражены те предприятия, которые могут продолжать работу. Это предприятия непрерывного цикла, предприятия, которые занимаются продуктами питания. Весь цикл начинают производство до сбыта данной продукции. Остальные предприятия обязаны подчиниться указу и обязаны прекратить деятельность, если невозможно перевести сотрудников на удаленную работу. В связи с этим у работодателей, так скажем, могут возникать такого рода нарушения, если работодатель пытается привлечь сотрудников к работе, то есть заставить его приехать в офис, что в настоящий момент противоречит сложившейся ситуации и тем нормативным документам, которые у нас есть. Проверка внеплановая, она может быть проведена как документарная, так и выездная. Документарная проводится по месту нахождения контрольного органа. Работодателю поступает запрос относительно того, какие документы необходимо предоставить. И указанные в запросе документы должны быть предоставлены работодателям по запросу контрольного ведомства в течение 10 рабочих дней, то есть по сути 2 недели. Далее ведомство проверяет эти документы в случае выявления каких-либо несоответствий, противоречий. Ведомство может дополнительно запросить еще документы. И в этом случае работодателя тоже будет еще 10 дней, чтобы эти документы предоставить. А вот что касается выездной проверки, то выездная проверка будет проведена только исключительно по месту нахождения работодателя. Что является основанием для проведения проверки? Если ранее было выдано предписание и были обозначены нарушения, которые должны быть устранены, то есть предписание является обязательным у нас для исполнения. Если ранее до этого были проведены проверки, еще до их фактического запрета в неплановых проверках, то есть не запреты, а они сейчас у нас приостановлены, то возможно заранее работодатель и получал подобного рода предписание. Также особо следует отметить ситуации, это обращение граждан в инспекцию. Также инспекция может получить информацию от других организаций, также может получить информацию из информационных средств, то есть СМИ. Информация может оттуда поступить. По этой информации контрольное ведомство тоже может организовать проведение проверки. Кроме того, может напрямую поступить ведомство обращения гражданина о том, что работодатель нарушает его трудовые права. То есть вот это тоже может являться основанием неплановой проверки. Сроки. Срок это 20 дней для проверки юридического лица. Если это малое предприятие, то не более 50 часов, а микропредприятие не более 15 часов. Если у предприятия есть филиалы, то независимо от того, какое количество филиалов есть, то есть общий срок проверки не может превышать 60 дней. Что касается документов, которые предъявляет проверяющий при проверке, если это документарная проверка, то это заверенная печатью копия распоряжения приказа руководителя трудовой инспекции или его заместителя. Административный регламент предоставляется работодателю по запросу, то есть по запросу проверяемых лиц. Также работодатель имеет право запросить информацию о других участниках проверки, если вдруг контрольное ведомство решит привлечь какие-нибудь организации, например, это организации, которые участвуют в проведении специальной оценки условий труда, это если есть жалобы на охрану труда и технику безопасности, тогда могут быть еще привлечены сторонние организации. Что касается выездной проверки, то инспектор всегда предъявляет удостоверение, также заверенную печатью копию распоряжения или приказа, ну и, соответственно, выездная проверка это по месту нахождения работодателя. В этом случае работодатель должен обеспечить доступ инспектора на территорию, ну и место, где инспектор мог бы осуществить проверку документов. По поводу согласования с прокуратурой, то есть если ежегодный план проверок, он согласовывается в обязательном порядке с прокуратурой перед тем, как размещается на сайте Роструда. Внеплановые проверки документарные, они не согласовываются с органами прокуратуры. В ряде случаев тоже, если это, например, исполнение ранее выданного предписания, то инспектор тоже не обязан согласовывать эту проверку, то есть выполнил работу дателю распоряжения или нет, не согласовывается с прокуратурой. Если это нарушение техники безопасности, которое может повлечь несчастные случаи, либо это уже произошел несчастный случай, то тогда согласовывается с прокуратурой. Ситуации, при которых ГИП может прийти в первую очередь, это нарушение охраны труда и техники безопасности, например, несчастный случай с летальным исходом, также нарушение прав особо защищенных категорий работников, защищенных трудовым законодательством, это беременные женщины, также это лица в возрасте до 18 лет. Также это могут быть жалобы на невыплату заработной платы или частичную невыплату заработной платы. Сейчас у нас появились дополнительные основания для проведения внеплановых проверок в связи со сложившейся ситуацией. На сайте Роструда есть ресурс, у меня он здесь обозначен, есть коронавирус горячая линия. На этой горячей линии работники могут пожаловаться, пожаловаться на работодателя. Что может послужить основанием для такой жалобы? Это может быть нарушение указа президента, это может быть принуждение выйти на работу, хотя указом президента эти дни объявлены нерабочими, это может быть принуждение к увольнению, принуждение работников брать отпуск за свой счет. Вот такие жалобы могут привести к проведению внеплановой проверки. Обратите внимание, здесь буквально сказано, что работники могут сообщить о несоблюдении работодателям их трудовых прав, направив заявление в инспекцию труда. Также работники работодателя могут получить онлайн-консультацию о порядке применения трудового законодательства, в том числе и при переходе на дистанционный режим работы, введение простоя, предоставление внеочередных отпусков. То есть то, что сейчас может использовать работодатель в связи со сложившейся экономической ситуацией, ни для кого не секрет, что работодатели находятся достаточно в тяжелых условиях, некоторые работодатели не знают, какие решения им принять. Как раз этому вопросу был посвящен наш ранний семинар, который назывался «Кадровые решения для работодателей», то есть что можно предложить работодателям. Так вот, это коронавирус, горячая линия. Обратите внимание, укажите, какой результат вы хотели бы получить после рассмотрения вашего заявления. И здесь два варианта. То есть прошу, обратите внимание, где стоит синенький кружочек. Организовать проверку изложенных фактов. Продолжить, да. Либо, что может попросить, например, работник, предоставить официальную консультацию государственной инспекции труда. Обратите внимание, и ведомства, Минтруд не раз подчеркивали, что принудительное отпуска без сохранения, а также принуждение работника к увольнению по собственному желанию, это не является законным. Подобного рода жалобы могут привлечь к проведению проверок. Также вот здесь, также мы видим, есть сообщить о проблеме, есть дежурный инспектор, есть электронный инспектор. И далее, вот там есть разные разделы. Как раз принуждение к отпуску, незаконное увольнение. То есть рекомендую зайти на этот сайт, обязательно с ним ознакомиться. И здесь вот тоже, то есть выбираем, например, незаконное увольнение, принуждение к увольнению. И далее также прошу организовать проверку изложенных фактов. Обратите внимание, что если требуется официальный ответ ведомства, официальный ответ на бланке ведомства, то ждать придется 30 дней. Но здесь также вот есть выбор. То есть вы можете воспользоваться дежурным инспектором и получить консультацию всего за 3 рабочих дня. Либо дождаться 30 дней, дождаться получения официального ответа. Также обращаю ваше внимание на рекомендации работникам и работодателям. То есть Роструд подготовил такого рода рекомендации в связи с указом президента об объявлении нерабочих дней. Заработная плата в условиях нерабочих дней сохраняется. То есть выводить работников в организации, которые не указаны в указе президента, на работу запрещено. В этом случае приказом объявляются нерабочие дни и сотрудникам сохраняется заработная плата. Если работник, если время отпуска приходится на это время, то это нерабочие дни, они не относятся к праздничным, поэтому отпуск они никак не продлевают. К выходным дням и праздничным дням это не относится, поэтому работа в эти дни не подразумевает повышенную оплату. То есть по сути для организаций, которые перечислены в указе президента и могут работать, для них ничего не меняется. То есть они продолжают вести учет рабочего времени в том же формате. Только единственное, у нас нерабочие дни и нерабочие дни, я знаю, что уже изменили производственный календарь, вот мне часто задают вопросы, как быть, то есть система выдает по производственному календарю выходные в программе 1С, а для этого существует ручная настройка, то есть мы можем настроить вручную данную систему и ставить работникам явку. То есть по оплате, по режиму работы для этих организаций ничего, по сути, не меняется. Если работники, это работники организаций, на которые нерабочие дни не распространяются, они продолжают работать, вот я здесь выделила на слайде, они должны руководствоваться соответствующими методическими рекомендациями по профилактике. Эти рекомендации уже разработаны Минздравом и Роспотребнадзором. Вот. И необходимо, какие документы у нас должны быть. То есть у нас сейчас мы должны принять меры, так скажем, по нераспространению коронавирусной инфекции, то есть объявить режим повышенной готовности на предприятиях, кроме того, целесообразно разработать также локальный нормативный акт и соблюдать вот эти вот методические рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава. Ну, мерить температуру, не допускать скопления большого количества работников, санобработку помещений необходимо предусмотреть. Также, вот, обращаю ваше внимание, что даже те работники, на которых, на которые распространяются, организации, на которые распространяются нерабочие дни, им не запрещено работать удаленно. То есть удаленно компании работать могут, вот, а выводить людей на работу, если это не попадает под указ президента, это категорически запрещено, но удаленно работать могут. Что у нас сказано в письме Минтуда, что в период действия указа, если работники уже работают удаленно, то, соответственно, пусть работают, да, удаленно. Если необходимо этот режим удаленной работы продлить, до, например, конца апреля, в лучшем случае, да, если нам еще не продлят нерабочие дни до конца мая, будем очень на это рассчитывать. Так вот, если речь идет об установлении на текущий момент удаленной работы, либо о продлении удаленной работы, то это тоже можно оформить дистанционно путем обмена электронными образами документа. Подчеркну, речь не идет об электронном документообороте, то есть подписать дополнительное соглашение, каким образом можно, распечатываем, подписываем, делаем скан и отправляем обратно, либо фотографируем и отправляем. При необходимости с последующим их оформлением в установленном порядке, сказанном в письме Роструда, то есть как только будет разрешено выходить на работу, мы сможем все эти документы оформить должным образом. То есть перевод сотрудников на дистанционную работу, он как бы приветствуется даже для тех организаций, на которые не распространяются нерабочие дни, то есть эти предприятия самостоятельно определяют численность работников, у них есть рекомендация максимально сократить численность работников, которые должны явиться на работу. И по возможности также этим организациям рекомендовано перевести все-таки сотрудников на удаленный режим работы. Итак, что должны сделать работодатели? Здесь хотелось бы отметить, что помимо федерального законодательства у нас режим самоизоляции определяется еще и региональными нормативными актами, и в разных регионах они могут различаться. Это очень актуально для предприятий, которые имеют широкую разветвленную региональную сеть, представительства, филиалы, и здесь очень важно учитывать особенности именно регионального законодательства, потому что указ мэра распространяется в Москве, исключительно на Москву, а в других регионах это будет совершенно другой нормативный документ. То есть на уровне региона самостоятельно определяется перечень предприятий, которые могут работать, которые не должны работать и вводят какие-то дополнительные временные правила. Поэтому рекомендуется изучить внимательно требования законодательства и на уровне отдельно взятого субъекта. Далее, в соответствии вот с этими рекомендациями, в соответствии с региональным законом, нормативными актами на уровне региона, необходимо разработать приказ о введении режима повышенной готовности. Это для тех предприятий, которые у нас продолжают работать. Такой приказ должен быть. Ну и кроме того, те мероприятия, которые проводятся на уровне организации, как меры по нераспространению коронавирусной инфекции, необходимо изложить на уровне локального нормативного акта. И вот здесь как раз те все мероприятия в соответствии с рекомендациями Минздрава, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, как раз в этом локальном акте изложить и всех работников, которые в настоящий момент вынуждены ходить на работу, с этим локальным актом ознакомить, ну и также эти мероприятия неукоснительно проводить в организации, мерить температуру, проводить санобработку, то есть все в соответствии с данными требованиями. По поводу ответственности работодателя, потому что бытует мнение, что важно ли нам соблюдать нерабочие дни, а вот мы хотим работать, будем работать и так далее. Следует отметить, что соблюдение указа президента является обязательным, это указано и на уровне Конституции, статья 90 Конституции, а также у нас есть статья 5, это трудовое законодательство, где сказано, что регулирование трудовых отношений осуществляется и указами президента в том числе, которые наряду и с федеральными законами, и с самим трудовым кодексом также подлежат обязательному соблюдению работодателями. Об этом также у нас сказано и в 22-й статье Трудового кодекса. Кроме того, у нас есть статья 5, 27, хорошо известная в профессиональном сообществе, основные штрафы идут именно по статье 5, 27, это нарушение трудового законодательства. Также Госдума у нас ужесточила наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил внесены поправки в статью 6.3 Кодекса об административных правонарушениях. Также какие штрафы у нас предусмотрены, то есть для граждан штрафы могут быть от 15 до 40 тысяч рублей согласно данной статье, точнее новой ее редакции, потому что до этого статья тоже была, но штрафы там были какие-то совсем незначительные. Сейчас эти суммы существенным образом изменились. Для должностных лиц, но это применительно к тем компаниям, которые все-таки решат нарушить указ президента и вывести сотрудников на работу. Предусмотрены штрафы от 50 до 150 тысяч рублей. Для предпринимателей, кстати, для предпринимателей такие же штрафы, как и для юридических лиц, кроме того, таким организациям может грозить и приостановление деятельности. Что касается для организаций, которые нарушают правила, и это может быть чревато серьезными последствиями, в настоящий момент также предусмотрена уголовная ответственность, на это тоже стоит обратить внимание. также у нас появилась новая статья, это статья 20.6.1, это невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации, а также сказано за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, потому что говорят же, что не ЧАЭС, мы можем это не выполнять, вот для этого есть новая статья, где сказано за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Ну вот у нас сейчас такой режим как раз и действует. Здесь тоже указаны штрафы как для граждан, так и для должностных лиц. Для юридических лиц до 300 тысяч рублей. Если действия должностных лиц привели к причинению, повлекли причинение вреда здоровью человека и при этом не содержат уголовно наказуемого деяния, то есть никто не пострадал при этом, то штрафы могут быть увеличены до 500 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц. До одного миллиона рублей. Также деятельность может быть приостановлена сроком до 90 дней. По поводу новой редакции статьи 236 Уголовного кодекса. Это в том случае, если нарушение вышеуказанных норм по неосторожности повлекло массовое заболевание, либо создало угрозу возникновения массовых заболеваний таких. Штраф может быть от 500 до 700 рублей, либо предусмотрено лишение свободы до 2 лет. Если же эти нарушения повлекли смерть человека, то штрафы увеличиваются от 1 до 2 миллионов рублей, при этом ограничение свободы сроком от 2 до 4 лет. Либо принудительные работы, либо может быть срок от 3 до 5 лет. То есть это уже по решению суда будет определено. Если это смерть двух и более лиц, то здесь предусмотрено наказание вплоть до 7 лет лишения свободы. Поэтому это вот как раз касается тех лиц, тех организаций, которые, ну так скажем, хотят не выполнить распоряжение, не выполнить указ президента и все-таки вывести народ на работу. Что касается допустимости увольнения, потому что у нас дни рабочие дни, то есть можно ли увольнять, можно ли увольнять в этот период, ведомство пояснило. То есть есть информация министерства, вопросы и ответы. Здесь у меня ссылочка, откуда эта информация. Откуда эта информация. Соответственно, в период действия указа, по каким основаниям можно прекратить трудовые отношения с работниками. Прекратить трудовые отношения с работниками, по мнению ведомства, обращаю внимание, это не нормативный документ, это не постановление, не распоряжение. Это всего лишь ответ на заданный вопрос. Пока ведомство на сегодняшний момент свое решение никак не комментирует, разрешили уволить по инициативе работника, то есть работник может все-таки подать заявление. Опять же, если есть кому, если работники работают дистанционно, если у нас трудовые книжки находятся в сейфе, в офисе, то, соответственно, как выдать трудовую книжку работнику? Ну вот на этот счет министерство пока никак не комментирует. Ну, по крайней мере, есть разрешение уволить сотрудника по инициативе. Также можно допустимо уволить работников по соглашению сторон, а также в связи со стечением срока действия трудового договора. То есть почему-то выделены только три основания. Почему нельзя использовать другие основания? Ну, тоже вот ведомство не комментирует. Также хотелось бы обратить внимание вот на такую статистику. Эту статистику регулярно публикует Роструд на своем сайте, то есть можно ее обнаружить там. То есть за 2019 год, 9 месяцев 2019 года, то есть какие проверки проводились, то есть было проведено 88 194 проверки по вопросам соблюдения трудового законодательства. Обратите внимание, плановых проверок из общего числа было проведено только 7408. То есть, как вы понимаете, более 80 тысяч проверок было проведено именно вне плановых. То есть очень высокие риски в случае нарушения требований законодательства в возникновении такой неожиданной проверки. Более того, внеплановая проверка подразумевает уведомление работника, работника, простите, работодателя, уведомить работодателя за 24 часа. Но ведь существует ситуация, когда уведомление не допускается. И контрольные органы с проверкой могут нагрянуть совершенно неожиданно, без предварительного уведомления. Также вот за 9 месяцев данного периода, 2019 год, было выявлено более 210 тысяч нарушений трудового законодательства. Наиболее частые нарушения, опять же, по информации сайта Роструда, по охране труда, очень много нарушений, 86 994 нарушения. Кстати, все это оказалось меньше, чем аналогичное нарушение за 2018 год. Ну вот, будет любопытно посмотреть статистику за 2020 год и сравнить эту статистику как раз с 2019 годом, то есть как картина изменится. Оплата труда 50 633 по оформлению трудовых отношений 18 тысяч. И по другим вопросам, по другим вопросам нарушение оказалось на 11 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года. Поэтому вот стоит обратить внимание, да, что большинство проверок все-таки ведомства проводят именно внеплановых. А все основания для проведения внеплановых проверок у нас тоже обозначены в 294 федеральном законе. И это говорит о том, что несмотря на то, что сейчас у нас мораторий на проведение проверок, сотрудники Государственной инспекции труда могут с особым урвением броситься выявлять нарушителей, как только им предоставят данную возможность. То есть как только данная ситуация изменится и режим самоизоляции отменят. Поэтому соберут как раз все жалобы, какие есть и направятся, так сказать, на фронт, то есть с проверками. Что касается оплаты труда, ну вот в качестве примера, да, основные нарушения по оплате труда это все-таки нарушение 136 статьи, а именно нарушение сроков выплаты заработной платы. А также это не выплата причитающихся средств при увольнении. То есть много очень нарушений выявляется по этому поводу. Почему-то многие считают, не нужно выплачивать компенсацию за неиспользованный отпуск. Так как очень часто общаюсь с работодателями, меня до сих пор пытаются убедить, что отпуск сгорел. Вот, отпуска не горят, то есть полностью вся причитающаяся сумма работнику при увольнении должна быть выплачена в обязательном порядке. В противном случае работодателя могут привлечь к ответственности. И вот по нарушению требований статьи 136 было выявлено 21 176, было проведено 21 176 проверок. Так и выявлено более 50 000 нарушений. Что касается мер административной ответственности. Вот здесь тоже очень интересная цифра. Это за все те же 9 месяцев общая сумма денежных штрафов составила более 2 миллиардов рублей. То есть есть, так сказать, над чем задумываться. То есть штрафы очень большие. Большинство штрафов выписывают именно в ходе проведения внеплановых проверок. Также работодателям было выдано более 47 000 обязательных для исполнения предписаний. Более 26 000 предупреждений. То есть, ну вот это по оплате труда, да, вот предписания были выданы такие. Потому что в плане оплаты, да, как пример. Но на самом деле там целый спектр нарушений. Там помимо оплаты труда есть и другого рода нарушения. И тоже, так сказать, перечень, точнее, сколько этих предписаний было выдано. То есть достаточно внушительная цифра. Что касается всеми любимой статьи 5.27 КОАП, какие у нас штрафы регламентированы данной статьей. Должностные лица от 1 до 5 тысяч рублей, юридические лица от 30 до 50 тысяч рублей и предприниматели от 1 до 5 тысяч рублей. Если, соответственно, это повторное нарушение, то там, так скажем, сумма штрафов удваивается. То есть, если это повторное нарушение, то есть, если уже ранее это лицо совершало данное нарушение, то штрафы, естественно, вырастают. Более того, может грозить дисквалификация, может грозить приостановление деятельности. То есть, вот здесь как раз что может помимо штрафов грозить работодателям? Приостановка деятельности предприятия и дисквалификация. То есть, ну да, действительно, по сути, одним из наказаний за административное правонарушение является приостановление работы организации. На практике этот вид наказания применяется довольно часто. Статистика тоже печальная, особенно в отношении работодателей, которые, так скажем, неоднократно нарушают трудовое законодательство, а также требования охраны труда. Административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении работы индивидуального предпринимателя, организации в целом, филиалов, структурных подразделений обособленных. У нас есть статья 3.12, это кодекса об административных правонарушениях, которая как раз регламентирует данный процесс. Применяется приостановка деятельности, ну так скажем, в особых случаях. Скажем так, когда менее строгое административное наказание, по мнению проверяющих, не даст желаемого эффекта. Например, если есть угроза жизни, угроза здоровью людей, угроза возникновения эпидемии, как в нашем конкретном случае, причинение вреда окружающей среде. То есть, ну это такие серьезные достаточно нарушения, которые могут повлечь приостановку деятельности. Как приостанавливать работу предприятия? Здесь нужно понимать, что представители контролирующих органов не вправе выносить подобное решение. Это может сделать только суд. Инспектор вправе лишь временно запретить работу предприятия до рассмотрения дела в суде. До рассмотрения дела в суде. Есть также статья, это кодекс об административных правонарушениях, статья 27.16. То есть, временно инспектор приостанавливает работу предприятия, то есть такой временный запрет деятельности, при этом оформляется протокол о временном запрете деятельности и протокол об административном правонарушении, который незамедлительно передается в суд контрольным ведомством. Руководитель предприятия получает копию протокола, на основании которой издает приказ о временной приостановке работы. Если государственный инспектор считает нужным приостановить работу предприятия, он должен в любом случае направить все материалы в суд. То есть, самостоятельно он решить не может, может только временно приостановить. Также следует отметить, что суды, которые рассматривают подобного рода, так скажем, если суд рассматривает данный протокол, то эти решения принимаются достаточно быстро судом. То есть, руководствуясь, опять же, судебной практикой, то есть суд вынесет такое решение, ну, за очень короткий срок, то есть порядка 7 дней. При остановлении выносится, точнее, решение, постановление о временном прекращении работы предприятия выносит судья на основании протокола об административном правонарушении. Ну, как правило, суды удовлетворяют подобного рода претензии и приостанавливают работу предприятия. Это что касается приостановки деятельности. То есть, в случае сейчас, вот, да, эпидемиологической ситуации, такое решение действительно может быть принято, если работодатель рискнут все-таки продолжить работу. Кроме того, одним из видов административного наказания лиц, совершивших такое серьезное правонарушение, может являться дисквалификация. Согласно статье 3.11 Кодекса об административных правонарушениях, дисквалификация тоже устанавливается судом. Срок дисквалификации, опять же, это решение принимает суд, от 6 месяцев до 3 лет. Производство по делу об административном правонарушении по статье 5.27 могут инициировать должностные лица, которые проводят проверку. Это оформляется также в форме протокола, согласно статье 28.3 Кодекса об административных правонарушениях. Или такое решение может вынести прокурор. И далее в течение суток этот протокол передается уже на рассмотрение судей. И далее суд уже вносит решение. Если суд выносит все-таки решение о назначении наказания в виде дисквалификации, то руководитель будет внесен в так называемый реестр дисквалифицированных лиц. А числится в этом реестре он будет до тех пор, пока не пройдет дисквалификация. Более того, в этом случае даже есть основания для увольнения такого руководителя. Потому что такой пункт у нас предусмотрен в статье 83. Пункт 8. Это дисквалификация лишения должностного лица права занимать данную должность, если его нельзя перевести на другую должность. Так вот, могут дисквалифицировать. Что еще, на что еще обратить внимание, если мы говорим по поводу, что грозит предприятиям? Это Роспотребнадзор. Роспотребнадзор проверяет в настоящий момент предприятия, которые продолжают производственную деятельность. Есть новые рекомендации предприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Что должны сделать предприятия, которые продолжают работать? Должны обеспечить всех работников необходимыми средствами личной гигиены, средствами индивидуальной защиты, масками. Это все необходимо зафиксировать на уровне приказа и локального акта работодателя. Также при возможности обеспечить безопасное расстояние, то есть не менее полутора метров. Организовать качественную уборку, проведение дезинфекции часто используемых мест общественного пользования не менее одного раза в сутки. Не допускать работников к работе с признаками ОРВИ. Также обеспечить измерение температуры тела на рабочих местах. Если вдруг температура тела повышена, необходимо предусмотреть процедуру отстранения от работы работников. Также то, что я вам говорила по поводу нового регламента. С 22-го 10-го у нас действует новый регламент, который утвержден приказом Роструда, номер 160. И вот сказано, на что еще обратить внимание по поводу внеплановой проверки. Если основанием для проведения внеплановой проверки является причинение вреда жизни и здоровью, у нас сейчас инфекция, вирус это и есть как раз такая причина, то должностные лица вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно. А вот в данном конкретном случае не предусмотрено уведомление о начале проверки. То есть работодатель не получит информацию относительно того, что такая проверка у них может быть. А сигналы могут поступить от кого угодно, включая даже средства массовой информации. Если у нас предусмотрено обязательное уведомление о внеплановой проверке не позднее, чем за 24 часа, то есть инспектор направляет работодателю копию распоряжения заверенную, в каком случае работодатель не получит уведомление о начале проверки? Если причинен вред жизни и здоровью граждан, а также если внеплановую проверку проводят по заявлению сотрудника, который сообщил о нарушении его трудовых прав. Ну или какие-то серьезные нарушения, то есть в каком случае гид придет с проверкой, то что я говорила, да, то есть там невыплата заработной платы, принуждение к увольнению, принуждение к написанию заявления на отпуск за свой счет, это все может повлечь к проверку. Ну и что касается заявлений граждан, то есть так как проверка проводится в соответствии с распоряжением, также следует отметить, и мы на нашем курсе это рассматриваем, что с 2018 года проверки в принципе проводятся по новым правилам, у нас действуют чек-листы, проверки проводятся по чек-листам, в распоряжении указываются основания для проведения проверки. Если основанием для проведения проверки послужило обращение гражданина, то есть заявление, то в этом случае должны быть указаны реквизиты данного заявления. Инспекция не вправе проводить проверку по анонимным заявлениям, а также если в заявлении, которое к ним поступило, нет информации о нарушении работодателям трудового законодательства. Единственное, инспектор может не сообщить о заявителе, то есть такая информация может быть скрыта от работодателя, то есть кто конкретно пожаловался. Если проверка проводится по обращению гражданина, и заявитель возражает против разношения сведений о нем, то есть он может скрыть источник информации, информация, это вполне законно, то есть инспектор может не сообщать о заявителе. У нас есть 59-й федеральный закон о порядке рассмотрения обращений граждан, у нас есть статья 358 Трудового кодекса, то есть если заявитель изъявил желание не раскрываться, следовательно работодатель о нем и не узнает. Но только эта проверка не может быть анонимной, то есть по анонимным заявлениям. Кроме того, инспектор вправе проверить только ту информацию, которая указана в заявлении работника. То есть инспектор запрашивает только те сведения, которые имеют прямое отношение к предмету проверки. Инспектор запрашивает документы и сведения, которые имеют прямое и непосредственное отношение именно к предмету проверки. А предмет проверки, он, как правило, отражен в заявлении гражданина. То есть, что конкретно нарушили, то и проверяют. Несмотря на то, что сотрудники самостоятельно, сотрудники ГИД самостоятельно решают, какие документы в каком объеме проверить, инспектор не вправе требовать документы, которые не относятся к предмету проверки. То есть, запрашивать что-то более, да, это уже будет относиться как к грубым нарушениям инспектора, которые позволят отменить его решение, ну, обжаловать результаты проверки. Кроме того, выездная проверка, она может быть проведена только при наличии руководителя, организации. И иногда руководители скрываются от проведения проверок. То есть, если видели, да, репортажи очень часто приходят проверяющим, говорят, что нет руководителя, нет должностного лица. Вот. И в этой связи, да, что могут инкриминировать работодателю? Это уклонение. В частности, у нас есть статья 19.4 КОАП, это неповиновение законному распоряжению инспектора, предусмотрен штраф. А также это может быть воспрепятствование законной деятельности. Штраф до 50 тысяч рублей может грозить. В этом случае, в течение трех месяцев, если проверку невозможно было провести в связи с отсутствием должностного лица, в течение трех месяцев проверяющие могут в любой момент все равно провести такую проверку. Если ее провести невозможно, они составляют акт о невозможности проведения проверки и далее могут потом все равно заявиться с этой проверкой. Что касается обжалования, ну и вот вообще хотелось бы обратить внимание, какие еще штрафы могут быть у работодателя непредоставления отчетности. Сейчас у нас есть новые отчеты, но вот в частности для оперативного мониторинга количества освобождаемых работников есть специальная форма отчетности. Эти формы отчетности, они были утверждены еще приказом Минтруда в 2014 году, а текущим указом, приказом, точнее Минтруда от 24.03 у нас еще один приказ, номер 152. В эти ранее утвержденные формы были внесены изменения. Это таблицы, это форма таблиц. Такие таблицы обязаны заполнять работодателя в электронном виде. Также у нас есть письмо Минтруда, которое предписывает это делать обязательно работодателям. Такие формы у нас предусмотрены для заполнения на портале работа в России. Таким образом, да, у нас предоставление дополнительной отчетности предусмотрено в текущий момент времени и не предоставление такой отчетности. В этом случае у нас есть статья, тоже кодекс об административных правонарушениях, это статья 13.19, называется «Непредоставление статистических данных». Вот непредоставление статистических данных в установленном порядке, либо несвоевременное предоставление, либо недостоверное сведение предоставленное. В этом случае штраф для должностных лиц предусмотрен от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц до 70 тысяч рублей. А вот повторное нарушение, то есть повторное непредоставление отчетности, может повлечь за собой штрафы вплоть до 150 тысяч рублей. Что касается порядка обжалования, у нас два варианта, как обжаловать решение. В административном порядке это в сам орган по труду, то есть вышестоящему должностному лицу. И в судебном порядке работодатель имеет право обжаловать. Обжалуются предписания и постановления по-разному, на это тоже следует обратить внимание. И работодатель может письменно, в письменной форме, даже может в электронном виде подать заявление с усиленной квалифицированной подписью и к этому заявлению приложить документы, копии документов, которые подтверждают, что работодатель правонарушения не совершал. Сроки в этом случае предусмотрены разные. Предписание, то есть в судебном порядке 10 дней с момента получения предписания, в административном, то есть вышестоящему должностному лицу, в течение 15 дней. А вот для постановления сроки одинаковые и в судебном порядке, и в административном это 10 дней с момента получения. Если заявитель, то есть работодатель пытается обжаловать это одновременно и в административном, и в судебном порядке, то все равно будет рассматривать суд. Вот, поэтому нет смысла использовать сразу и административный, и судебный порядок. Ну и на нашем курсе, который у нас состоится 18 апреля, то есть уже в эту субботу, я вас приглашаю на наш курс. Мы вот как раз будем разбирать новые правила проведения проверок, как подготовиться к проведению проверки, то есть какие документы будут проверять. Порядок обжалования, как раз пошаговый алгоритм, как это сделать, первое, второе, третье, да, то есть инструкция, чек-лист. Также какие обстоятельства смягчают вину работодателя, то есть как минимизировать риски в ходе проведения проверок. Проанализируем с вами судебную практику, то есть как обжаловать решения, грубые нарушения, как их минимизировать, эти грубые нарушения. Ну и вот тоже такая статистика, в 2019 году больше тысячи постановлений инспекторов ГИД о наложении штрафа были отменены или их заменили на предупреждение. То есть, ну это говорит о том, что это делать вполне реально, важно разобраться, как это правильно делать. Также будем рассматривать сами кейсы, это плановая-внеплановая проверка. Также дадим рекомендации. Теперь у вас есть возможность задавать мне вопросы, вы можете написать их в чате, я с удовольствием на них отвечу, на ваши вопросы. Да, вот сейчас смотрю, вопросы есть, так, сейчас, секунду, посмотрим. Если вопросов нет, тогда мы наше мероприятие с вами заканчиваем. До новых встреч на наших мероприятиях и на наших курсах. Спасибо большое всем за внимание. Спасибо, уважаемые слушатели. Да, и всего доброго. Так, сейчас вижу. Так, новые правила, у нас новые правила, сейчас очень много новых правил. То есть, Людмила, приходите на наш курс, там очень много новых правил. Риск-ориентированный подход, чек-листы, новый регламент, который сейчас установлен, чем он отличается от старого. Это в двух словах не скажешь, мы это явно никак не можем вместить в наш коротенький курс, точнее, в наш коротенький семинар. Про новые сведения подачи. Да, это новые отчеты предусмотрены. Сейчас нужно зарегистрироваться на портале. У нас есть портал «Работа в России», там должен быть личный кабинет работодателя, и там предусмотрена такая информация, как есть ли задолженность по заработной плате, численность работников, которые работают удаленно, которые работают в режиме неполонного рабочего времени. Если есть простой, кто находится в отпусках без сохранения, кто уволен, кого планируют уволить и так далее. То есть для этого нужно зайти на портал «Работа в России». Это новые сведения. Ну и кроме того, у нас есть постановление правительства номер 460, Людмила. Мы теперь подаем еще отчеты. Должны подавать отчеты. У меня здесь, по-моему, это есть. А, нет, сюда я это не брала. Постановление правительства номер 460. Посмотрите, пожалуйста. Там необходимо предоставлять сведения теперь каждый день. Ой, каждый день. То есть по факту совершения кадрового события. То есть уволен сегодня сотрудник, нужно завтра уже будет подать отчет в пенсионный фонд. Это еще что касается нового. Спасибо. Так, смотрю, что еще есть. Директор хочет уволить сотрудника с рабочей группой инвалидности. Работник не имеет никаких взысканий, дисциплины не нарушал. Что, ну, никак, Татьяна. В смысле, хочет уволить. Ну, хочет уволить, если нет законных оснований для увольнения. Вариант только договориться по соглашению сторон. Принуждение к увольнению, как вы понимаете, незаконно. Применить статью 81, если он ничего не нарушал, мы не можем. Поэтому какие законные основания нет? Марина, поэтому посмотрите, Людмила тоже посмотрите, кто спрашивает про сроки. 460-е постановление. Так, сейчас я даже посмотрю, у меня где-то это есть, если вам очень интересно. Так, про мониторинг я сказала, да. Вот как это выглядит, если видите, это вот с предыдущего. Посмотрите, работа в России. И здесь есть информация «Скачать отчетную форму», но вы ее сможете скачать только после того, как зарегистрируетесь в личном кабинете. И далее инструкция, как ее заполнить. И вот касательно постановления. 460-е постановление от 8 апреля 2020 года. То есть работодатель по утвержденной форме предоставляет информацию не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа. Сегодня уволили, завтра подаем сведения. А также еще у нас есть постановление правительства 486-е. Открыли. Спасибо. Поэтому еще раз всем большое спасибо за участие в нашем мероприятии и ждем вас на наших курсах. Сейчас самое время, пока сидим дома, повышать уровень квалификации. Спасибо вам. Спасибо, всего доброго.